Дорогие друзья, в рамках празднования 50-летия КАМАЗа мы начинаем серию интервью с нашими руководителями. Из них вы узнаете, чем сейчас живет компания. Наш первый выпуск мы проведем вместе с заместителем генерального директора по развитию Ирком Флоровичем Гумеровым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Трансформация в автомобильном бизнесе. Она заменяется. Это будет эффективно транспортным средством. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красивая эффектная девушка. Нужно быть в тонусе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я считаю, что это интересно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас много проектов, но если вот структурировать, в прошлом году начали в этом году, это электрообус, инновационный продукт, КАМАЗ вывел такой инновационный продукт в прошлом году и в этом году развивает. В этом году направление главное для нас это автомобиль 54901. Это для нас новый автомобиль, совершенно с новыми свойствами. Мы считаем это существенный шаг для нас и для наших клиентов. Это вот второе направление. Третье направление мы считаем, что мы в этом году сделаем определенные шаги по автономным движениям. Мы в этом году будем уже пробные поездки, перевозки грузов в закрытые территории нашего завода. Это в отличие, ну, просто испытательных поездок было на нашу территорию, это уже первое, по крайней мере, моделирование коммерческих перевозок грузов между заводом. В этом году мы уже будем это тестировать, проверять. Если это все устраивает наших коллег, то сможем это на промышленной основе использовать в рамках нашего завода. То есть этот год, второй, практические шаги по беспилотному транспорту, я бы так сказал. 901 беспилотный транспорт. Дальше, ну, наверное, будем вам показывать, у нас появляются образцы в этих, в Самсон, вот эти проекты называли. Появляться будут эти образцы, тоже в этом году они появятся. Образцы, но это макетные образцы, которые будем, начнем испытывать. Существенно наш, как бы, шаг, но вот двигатель мы сделали, мы считаем, очень хорошее современное двигатель. У двигателя есть ряд свойств, ну, прежде всего, это топливный, экономический ресурс, периодических обслуживаний. Наш двигатель R6 получился очень хорошим, и мы считаем, он тоже соответствует нашему новому автомобилю и создает хорошие перспективы для нашего автомобиля. Нового ряда, это первый магистральный тягач 901, и появятся дальше другие автомобили, самосвалы, транспортные семейства. Да, на всех автомобилях нового поколения, К5, которым называют. Много поменялось, но не все. Например, мосты мы оставили, которые мы понимаем. Некоторые решения подвески с К4, наверное, и все. Рама новая, подвеска кабина, кабина, новый двигатель, новая электронная архитектура, новая электроника, я уже говорил, это электронный автомобиль. Поэтому ключевые параметры этого автомобиля достаточно свежие и новые, я говорю. Но есть элементы и предыдущего опыта, как я сказал. Этот электробус, это, конечно, новый шаг в развитии пассажирского транспорта. И мы удовлетворены, что создали современный электробус, который смотрится внешне, внутренне, имеет хорошие эксплуатационные показатели. И просто мы считаем хороший электробус. Поэтому это очень важный этап для нашей компании, потому что происходит трансформация и в автомобильном бизнесе. Мы видим, что в ближайшее время электрофикация пойдет в легковом транспорте, мы уже видим по заявленным. И за 2020 годом это будет ключевое направление. Все компании со существенной долей будут иметь в электротранспорте. И также мы видим в больших городах, из-за большого внимания к экологии и заботы уже о своих жителях, электробусы будут широко применяться в больших городах. Мы здесь оказались вовремя, и мы сейчас одни из существенных производителей даже в мире по электробусам. И мы считаем, это хороший этап для нашей компании, большие возможности. Мы считаем, что происходит успешно. Достаточно большие ежесуточные пробеги. Электробус выполняет свою задачу, эффективно перевозит пассажиров. Достаточно высокий уровень эффективности использован для наших клиентов. Я думаю, это все очень хороший результат показал. Нужно понимать, что столица – это очень высокий уровень требований, как продуктовый, и как у жителей, так и у эксплуатантов. Наш электробус, он кроме того, что электробус как? Транспортные средства, он еще новых, современных добавил, небольших штрихов, которые создают просто ощущение современных. Там USB-зарядки, там есть. Ну, такие, как бы, небольшие элементы, они несложные, но они создают уже нашим пассажирам удобство. Что достаточно серьезная мультимедийная система, у него красиво отображается информация, как внутри, снаружи. Хороший, как бы, интерьер салона современный. То есть он современный, не только транспортные средства, по ряду новых функций. Интерес сейчас во многих регионах, финансовые возможности, организационные возможности, конечно, Москва выглядит сегодня на более высоком уровне, и они задают тон. Понимание, как это использовать, как эффективно использовать, это очень, мы считаем, хороший опыт, и мы сфокусированы сегодня на Москве. Это хороший, такой, достаточно серьезный наш клиент, и мы вместе с ним будем развивать это направление. Шаттл – это наш транспортное средство для перевозки людей. Это концептуальное транспортное средство, которое складывается в мире. Шесть сидящих мест, или вместе составляем 12-местный такой транспортное средство с легким посадком и выходом, и с очень удобно, органично организованным жизненным пространством. Вот место этому транспортное средство мы видим, что будет на первом этапе, это в закрытых парковых зонах, это будет эффективно транспортное средство. А в дальнейшем такой подход можно сделать уже для городской среды более широкое применение. Другое применение – это для закрытых технологических территорий. Прежде всего, это производственные территории и, можно, какие-то карьерные, шахтные, добывающие. Вот там есть в карьерных производствах – это самосвально-автономные транспортные средства. Это тяжелый самосвал, который будет иметь варианты разного применения, как сада с системой с водителем, так и вариант автономного использования. Опять-таки, в закрытых территориях можно более коротким способом адаптировать и начать использовать, чем где много других участников дорожного движения. Для производства, для производства технологических перевозок, например, между заводами и таких технологических перевозок, можно делать уже транспортные средства чем-то похожие на наши традиционные автомобили, как с кабинами, так и в некоторых случаях без кабин, автономный транспортный средств. Это первый уровень ближайший, который может стартовать применение в ближайшие годы. Мы считаем, что это уже практически применение за 2022 годом в наших планах. Мы видим, что в стране большое внимание сейчас к освоению Арктики. И мы, обсуждая с нашими коллегами, перспективы разить, прежде всего, с нашим партнерством в этом имени Баумана, искали, как бы мы могли вот эту потребность решить. Возникла эта концепция, это транспортные средства с низким давлением на грунт, чтобы на малонесущих поверхностях можно было перевозить грузы. Поэтому получают специальные шины. Ну, это сложная инженерная задача, так как мы делаем на больших, широких шинах, то встает вопрос управления таким транспортным средством. Поэтому получился такой автомобиль, который как сочиненный в управлении. Такая интересная инженерная задача, интересные потребительские свойства получились в автомобиле. Кроме этого, мы, конечно, опять отнеслись не только как с транспортным средством. Мы сделали его таким брутальным дизайном, то есть внешне, внутри. И даже вот на первом проявленном образце мы, дастся внимание, уделили, как могли бы эксплуатировать в таких трудных условиях наши клиенты. Если вы там видели, мы достаточно комфортабельный, жилой модуль концепцию представили. Наверное, такой насыщенный функционал не всем клиентам нужен, но мы показали возможность, что можно для наших клиентов создать почти переустой пятизвездочного отеля в жилом модуле этого автомобиля. То есть все элементы мы заложили, которые как бы могли бы быть, можем заложить. Или опционально сделать, когда клиент определит. Сейчас нам стоит вопрос перед нами. На что уделить внимание, что клиентам более важно, мы ждем понимания, каких потребительских свойств нам нужно, какие комплектации. И будем производить такого продукта для наших клиентов. Чем это уникальное транспортное средство? Оно в таких условиях может ввести существенный груз. То есть когда вот такие слабонесущие грунты, то трудно перевозить существенным грузом. Поэтому обычная техника, гусеничная, почти сама себя возит, медленно возит расход топлива. Колесная такая техника, она экономичная по топливу и может существенным грузом относительно себя возить, относительно другой техники. И для таких условий применения, другой пока техники нет такого типа. Все более маленькое и менее эффективно. Если мы сделаем, то это уникальный продукт для наших клиентов. КАМАЗовские специалисты, я бы считал, наверное, одни из лучших, это точно. Это точно. Мы общаемся с многими компаниями, у меня есть опыт, что наш талантливый ведущий специалист – это мировой уровень. И это я не говорю для красного словца. Это факт. Мы работаем, мы работаем в этом рынке. Мне гордость за наших ребят-челнинцев. Можно по-разному осуждать. Но это звездочки, это реальные звездочки и мирового масштаба. Могу сказать одно – легко не будет. Здесь выживают, ну, скажем, настоящие мужчины, которые движутся вперед. Но я так бы все равно не говорю, конечно, мужчины и женщины, которые деятельны, умны, инициативны. Вот для таких, я думаю, интересно. Но есть колоссальные возможности, которые можно реализовать. Для молодых специалистов у нас, я считаю, есть все возможности, потому что КАМАЗ развивается, и невероятная потребность толково способных ребят. Наши разработчики даже создают лучшую технику. Закупщики бороться на рынке лучших, продавцы продавать нашу современную технику. То есть для всех спорта, я считаю, очень много интересного. Все же спорт высоких достижений – это достаточно специальные, другие решения. Но у нас очень хорошие отношения. Мы как бы практически на одной территории обменим все, где можно информацией. Но мы горды, что у нас такая команда. И это люди определенного сорта, дух победителей, вирус такой, создают здоровой гордости за КАМАЗ, за компанию. И очень удача большая для нас, что есть такая команда. И у нас очень хорошие отношения. Мы видим это как необходимый элемент. Чтобы появились сросты серьезно умные инженеры, начинать должно вот с этого момента. Прежде всего, любили это дело. Вот в Анатолиуме – это невероятное место, где люди с интересом занимаются инженерными задачами. И дети, педагоги. Я просто впечатлен, как эти наши специалисты работают с детьми, как увлекают, что они там делают. Это позволило к нашим коллегам посмотреть по-другому, что просто у нас есть очень красивые, эффектные, увлеченные коллеги. Это просто поднимает настроение, как минимум. Приятно, что у нас очень красивые, эффектные девушки. Но я считаю, что у нас великолепно молодые ребята. Мы знали, тоже их поддерживали, гордились, хвалили, просто любовались их успехами. Намного удобнее. С точки зрения безопасности, организация во многих случаях, я считаю, это достаточно интересный и современный способ. Для нового поколения, может быть, даже более интересный, они такие технологии, может, их больше привлекают. У нас сейчас КАМАЗ, конечно, сильно меняется, и нам есть, что показать, и можем гордиться. У нас абсолютно новое производство двигателей, новое производство кабин. Мы создаем производство новых автомобилей на сборочном производстве. Меняется прессово-рамный завод, появляется производство деталей, кабина, и производство рам современных. Очень удачно, что 50-летие происходит на КАМАЗе некоторые, как бы сказать, перерождения. Я говорю, есть много, что показать, и я думаю, это людям будет интересно, что происходит на КАМАЗе, и как он меняется. Все просто, вообще не было никаких сложностей. Я закончил школу на Бернах-Челнах и был направлен от КАМАЗа учиться. Поэтому вернулся, закончив институт аспирантуру, вернулся на КАМАЗ, как направление с КАМАЗа. Поэтому я в голове не держал другое мысль. Я с юности был сориентирован на КАМАЗ. Я, когда был студентом, приезжал на КАМАЗ, ходил по заводам. Тогда это был вообще новый завод, новая оборона. Это была вообще мечта любого инженера. И я с удовольствием пришел сюда. И, конечно, были разные периоды, но никогда не пожалел. Прожил очень интересную жизнь на КАМАЗе. Я учился в завод в Тузе, и поэтому прошел опыт ЗИЛа. Я два года работал рабочим на конвейере, потом на инженерном должности, в лабораториях двигателей работал. То есть я прошел, пока учился, все ступени рабочего, инженера. Приехал уже сюда с опытом, как бы. Но, если говорить, после завершения всей этой учебы, то я был только на КАМАЗе. Если честно, обделяю. Я прихожу поздно, поэтому не так много внимания уделяю. Но в семье все мы друг друга поддержим, поэтому здесь все хорошо. В летний период я по утрам езжу по набережной велосипеде, ну, легкая физкультура. А в зимний период иногда в зал, как бы вот так. Вот, наверное, и все, если без деталей. Ну, так, совсем вот таких зарегулированных нет у меня. Я считаю, это, конечно, оценка работы нашей компании, которая много уделяет направлению цифровизации. Цифровизация касается всех аспектов деятельности компании, от создания продукта, производства, продажи, сервиса. В области создания продукта мы стали практически достаточно мощным центром компетенции и достаточно многое делается для отмены с коллегами. Многие коллеги к нам приезжают, мы опиниваемся опытом, смотрим, как это можно сделать. Мы внедрили разработку, сейчас модно говорят, цифры, моделирование конструкции, моделирование технологических процессов. Это серьезный уровень в стране, и мы считаем, даже в мире, это мы находимся на достаточно высоком уровне. Также мы идем по линии в дальнейшие другие сферы, например, подключенный автомобиль мы начинаем внедрять в этом году. Это значит автомобиль, понятно, где находится, что с ним происходит, который позволяет решать много разных задач, вплоть до предиктивной аналитики, диагностики и даже перепрограммирования, если необходимо, удаленно этих систем. Мы сможем дистанционно уже диагностировать и программировать автомобили. Также цифровизация касается по некоторой разумности, что ли, зрелости автомобиля. Автомобили становятся более умными, как транспортные системы. И так появляются определенные элементы распознавания, управления. То есть это АДАС-система и в перспективе беспилотный автоампель. По всем этим направлениям КАМАЗ достаточно активно работает, поэтому нашу работу, я думаю, так оценили. Я уже достаточно долго работаю на КАМАЗе, поэтому к КАМАЗу я отношусь уже как к семье, что ли. Я к своим коллегам, тоже к КАМАЗу, сам отношусь не только, скажем, как к коллегам, как к работникам, я как к нашей большой семье отношусь. Поэтому я считаю, нам повезло. У нас очень хорошая, здоровая команда. И на всех уровнях большинство нас все увлечены. Я могу сказать, это не для красного словца, я потому что пережил разные периоды. Вот 90-е годы, когда сложные, вот тогда я увидел, что такое дух КАМАЗовца. Тысячи людей, и вот трудности все перенесли, ну скажем, без стона, без обостров. Были очень тяжелые времена. И я и сейчас это чувствую, что КАМАЗовцы, они немножко другого сорта, в общем. К счастью, что повезло такими вами работе. СМЕХ 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 Субтитры сделал DimaTorzok